В Твери продолжается работа форума общественной палаты Российской Федерации «Сообщество». Его тема «Общественный контроль как инструмент позитивных изменений в обществе». Члены федеральной и региональной общественных палат, руководители НКО и эксперты обсуждают вопросы, актуальные для сферы услуг нашей страны. В течение двух дней на площадке форума проходят дискуссии, проектные сессии, мастер-классы, круглые столы и семинары. Работа идет на пяти секциях. Общественный контроль, региональные приоритеты, некоммерческий сектор, туризм в Тверской области и социальное проектирование. Акцент форума сделан на обсуждении вопросов, касающихся возможностей гражданского общества осуществлять экспертизу и контроль в сфере реализации национальных проектов и социальных положений послания президента страны. Самые разные секции, интереснейшие спикеры, самые разные сферы, самый разный опыт, самые разные НКО. Надеемся, что мы получим и обратную информацию, обратную связь из наших субъектов. Форум сообщества ежегодно проводится Общественной палатой Российской Федерации, начиная с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто нервонадушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума – выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, активизировать развитие гражданского общества в регионах. Наш форум сегодня ограничен, казалось бы, одной только тематикой – общественным контролем. Но посмотрите, как многопланово мы будем обсуждать общественный контроль. Общественный контроль в плане ЖКХ, общественный контроль в избирательной кампании, общественный контроль в среде человеческого обитания, экологический контроль. Вопросов очень много. Один из таких вопросов был посвящен роли гражданского общества и общественного контроля в укреплении межнационального единства в ЦФО. В дискуссии приняли участие члены федеральной и региональной общественных палат. Среди них член общественной палаты Тверской области Сергей Рогозин. Председатель правления Тверского отделения Всероссийского фонда мира представил издание, которое было выпущено к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Лейтмотивом здесь проходит тема того, что победа была одержана именно многонациональным народом нашей страны. Вопросы взаимоотношений народов и народностей, проживающих на территории всей огромной страны и в частности нашей области, всегда были и остаются одним из основных приоритетов государственной политики. И сегодня в рамках форума на площадке, которую устроила общественная палата, сегодня проводится обсуждение наиболее актуальных вопросов и успешных практик в плане гармонизации межнациональных отношений. Также в ходе работы форума дискуссии и круглые столы проходят по таким темам, как общественный контроль в сфере транспорта, новые возможности для нового поколения, муниципальные общественные палаты и советы, третья миссия университетов и другим. Одна из сессий работы форума была посвящена работе общественного транспорта. И Тверской области есть чем здесь похвастаться. Вот уже больше года в Верхневолжье функционирует новая модель пассажирских перевозок. А не так давно члены общественной палаты региона посетили Верхневолжское ТП. Мы показали, как предприятие работает, в каких условиях работают наши водители, рассказали о наших системах, конечно, и провезли по маршрутам, показали, как работают все системы в реальном, а также и платежной системе. Члены общественной палаты удовлетворились работой транспорта, но мы продолжаем идти дальше. И в соответствии с поручением нашего губернатора Игоря Михайловича Рудыни, уже в июле данная модель будет запускаться в четырех муниципальных образованиях. Также, как рассказал заместитель министра транспорта Тверской области Сергей Верхоглядов, было принято решение проводить встречи с пассажирами, на которых можно будет обсудить пожелания и недовольства со стороны горожан.